МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это «Вопросы дня». В студии для вас сегодня работают Виолетта Ганина и Лидия Салкутсан. Начинаем. Молдова вела пошлины на все, что ввозят в Приднестровье. От этого страдают предприниматели, в целом вся экономика. И, конечно же, здесь будут потери. Предприниматели рискуют закрыть свой бизнес, об этом тоже говорят. И люди называют эти пошлины поборами, данью, варварством. И с какими трудностями сталкиваются наши предприниматели? Сейчас все расспросим у нашей гости. У нас в студии Екатерина Памачевская. Предприниматель, здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина, у вас несколько магазинов. Вы торгуете и косметикой, и заколочками, и резиночками, и игрушками. И понятно, что товар нужно завозить в Приднестровье и за границей. И многие предприниматели не рискуют завозить новый товар, вот после Нового года, узнав об этих пошлинах, потому что не знают, с чем столкнуться. Мы знаем, что вы уже рискнули отправить запросы, уже ждете товар. Вот с какими трудностями, пока вы делали заказ, вы уже столкнулись? Мы специализируемся больше на российских товарах и привозим с России. Как всегда, проблемы российский товар – это санкции Европы. Чтобы завести российский товар, это нам надо сейчас продать белорусам. Белорусы оплачивают НДС, делают нам другой пакет документов, и мы завозим в Приднестровье с учетом уже белорусских НДС, перевозки. Сейчас плюс еще будет пошлина со стороны Молдовы. Конечно, это будет намного ощутимее, потому что нам сказали, на косметике это будет от 5 до 15%, в зависимости, какой будет товар. Государственный таможенный комитет уже опубликовал статистику по январю этого года. Пошлины ввели, да, их же с 1 января 2024 ввели, и товарооборот по сравнению с январем прошлого года снизился на 23%. Ну, это существенная такая цифра, это и по импорту, и по экспорту в целом. Ну, вот, например, кофе и чай завезли в этом месяце почти в 7 раз меньше, чем в январе прошлого года. Удобрения в 3 раза, аудио-видеоаппаратура в 4 раза, компьютерная техника меньше в 3 раза, завоз, игрушки в 2 раза. Спад импорта и по консервам, овощам, мясу, рыбе, малый бизнес ввез в Приднестровье на треть меньше товаров, а экспорт снизился на 87%. Это данные ГТК. К чему это ведет? Естественно, меньше поступлений в бюджет. Меньше поступлений в бюджет, понятно, что недополучат наши бюджетники. И вот такие цифры, это все итоги месяца, в котором мы ощутили, что Молдова ввела пошлины. Вот вы сказали 15%. Часто бывает на таможне, когда вообще не понимают, сколько нужно платить. И там на самой таможне Молдовы тоже не знают, сколько с нас брать. Ходят, совещаются, были такие случаи, рассказывали предприниматели. Вот вы уже что-то узнавали, есть какая-то ясность? Допустим, у вас ведь не только косметика, но еще и игрушки. Вот у вас есть какая-то четкая картина, что за что платить? Четкой картины нет. И мы заказали еще до Нового года большое количество товара. И весь этот товар сейчас приходит после Нового года. Я позвонила брокеру, уточнила, сколько придется оплатить, на что сказали, что вы узнаете это скорее на таможне, потому что надо видеть документы, надо понимать. На что-то, может быть, это будет 1-2%, на что-то это может даже до 20%. Это все будет только на месте и только с документами. Мы понимаем, что все это, и логистика, и этот НДС, и оформление через Беларусь, а сейчас эти пошлины еще, все вылится в конечную стоимость. Как на вашем бизнесе это скажется? То есть мы понимаем, что у нас у Приднестровца сейчас покупательная способность тоже не самая высокая. Есть ли риски, что придется сокращать, закрывать магазины какие-то? Ну, страдает, конечно, это конечный покупатель. Единственное, что платежеспособность у людей уменьшается. Так мы, конечно, видим, что после Нового года, в принципе, весь Новый год прошел, у людей сейчас денег нет. Ну, посмотрим, будем надеяться, конечно, на лучшее. Но еще риски не просчитывали? Еще пока не просчитывали, потому что январь месяц нельзя предугадать. Всегда спад будет. Но, может, надеемся, все-таки Молдова одумается, и будет все хорошо. Ну, да, надежда есть. Но, с другой стороны, мы знаем, что пошлины для Молдовы, для них это способ заработка, пополнения своего бюджета. И, судя по их высказываниям, они отказываться не собираются. Наоборот. И лицензии, и акцизы. И дальше усложнять. Для нас это понятно, эта цепочка. Рост цен, потом снижение покупательской способности, а потом еще и, естественно, падение общей экономики Приднестровья. Ну, а страдают, конечно, в итоге обычные люди. Мы с вами. Екатерина, как можно оценить такие действия Молдовы? Это вопрос дня для вас. И на ответ всего 30 секунд. Нас просто, конечно, зажали, потому что и так тяжело, и населению тяжело. И плюс еще оплачивать двойную пошлину, потому что мы оплачиваем и в Молдове пошлину, потом заезжаем и, конечно, оплачиваем пошлину ту, которую мы, в принципе, должны всегда оплачивать у себя в государстве. Потому что это идет и налоги, и бюджет, и оплата, и зарплата, и медицина. Поэтому, конечно, со своей стороны я считаю, что двойная пошлина для нас это очень плохо, очень существенно будет отражаться, в принципе, на общем, на экономике, на всем. Да, то, что нынешние пошлины – это очередной способ для Молдовы пополнить свой бюджет. Но для нас это, конечно, удар довольно-таки серьезный, с учетом того еще, что экономические санкции, экономическое давление идет уже не первый год. И в прошлом году оно довольно-таки сильно усилилось и по экспорту для наших предприятий, и в целом. И президент Красносельский об этом говорит на всех площадках, он говорит, что, международных, он говорит, что надо решать эту проблему, надо садиться за стол переговоров. Да, просто говорит правду о том, что происходит на все. Надо что-то делать, говорит правду. Кстати, сегодня приезжал посол Нидерландов и опять говорили на встрече с президентом Вадимом Красносельским об этом. Давайте послушаем. Мы наблюдаем сильное экономическое давление со стороны Молдовы. Действие Молдовы посягает на предпринимательскую активность в Приднестровье и наносит определенный ущерб. За последние 33 года существования Приднестровья как независимого государства Все социальные обязательства перед людьми, а это пенсии, пособия, заработные платы работникам бюджетной сферы, выплачивают только преднестровский бюджет. Экономическое давление, которое создает все предпосылки для того, чтобы нас этот бюджет забрать. Ну и завершая тему, стоит сказать, что Молдова постоянно живет за счет Приднестровья. Еще в 90-м году Приднестровье заработало, вот есть цифры официальные, заработало 1,2 миллиарда долларов. И бюджет вернул в Приднестровье тогда, в 90-м году, всего 5%, 65 миллионов долларов. Остальное Кишинев забрал себе и продолжает, собственно говоря, наживаться на НАРС. Я скажу больше, если вспоминать еще с 40-х годов прошлого века, когда присоединили к МАССР нашей республики Бессарабию, разоренную под румынской оккупацией, просто бедную, нищую по всем статистике, по всем цифрам. И Кишинев стал столицей, и по итогу все финансирование шло именно туда, в центр. Поэтому это идет, скажем так, разорение, не первый год. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что пришли и говорили о проблемах открыто. Спасибо и успехов вам. Спасибо. Экономическое давление со стороны Молдовы напрямую бьет по Приднестровцам. Ну вот как пример, наши больные, которым надо лечение за границей. В этом году пришлось снизить госпрограмму на финансирование этого лечения, потому что предприятия из-за экономического давления терпят убытки, соответственно, платят меньше налогов, соответственно, меньше отчисления в бюджет. И здесь уже приходится корректировать некоторые программы. А ведь это сотни спасенных жизней, если брать, например, только сердечников. Да, с нами на связи врач-кардиолог Республиканской клинической больницы Дмитрий Белоус. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте. Ну вот заболевание сердца – это одна из самых распространенных проблем не только для Приднестровья. Вот какова статистика по инфарктам у нас? Инфаркт миокарда – очень распространенные осложнения со стороны сердца. Особенно это стало после ковидов. Общая мировая статистика показывает, что это 18 миллионов смертей за год, за прошлый год. За нашу республику скажу, что в прошлом году от Приднестровья – это 433 инфаркта и 233 нестабильности на кредит. То есть прединфарктное состояние, то есть состояние, которое бы 100% закончилось бы инфарктом миокарда. Ну, время на спасение таких пациентов бесценно, да? Каждая минута на счету. А нужно доставить еще пациента в Кишинев, за границу, в клинику, чтобы там лечить. У нас как раз сотрудничество налажено с клиниками в Кишиневе. А сколько стоит такое лечение? Ведь это все за счет государства. Вот сколько это стоит? Операция – доставить туда пациента. Там еще его ввести, получается. Его же не проперировали, сразу отправили. То есть еще какое-то время там находиться. Сколько стоит такая операция? Коронарография и стентирование – один стенд. Стоит порядка 40 тысяч литров. Но не всегда все ограничивается одним стендом. Много случаев, когда пациент ужается в двух, и в трех, и даже в четырех стендах. И все это оплачивается в нашем государстве. Также перед тем, как пациент попадает в Кишинев, мы должны оказать ему первую помощь. И это тоже дорогостоящие препараты. Так называемые тромболитики. Альтифлаза, стрептокиназа – они тоже очень дорого стоят. Также на безвозмездной основе со стороны государства поставляются в наши больницы, чтобы кратно улучшить выживаемость и прогнозы для пациентов. Это подтверждают и люди, которые давали интервью нам о том, что все бесплатно. И даже когда они спрашивали, как заплатить, им объясняли – ваше государство уже за все заплатило. Дня три назад стало плохо, у людей начало печь. И вот сюда жена говорит – давай иди в поликлинику. Пошел в поликлинику, там сделали кардиограмму. И все, и оттуда больше не выпустили. Вызвали скорую. Я спросила, сколько это будет стоить, нужно ли ехать мне. Доктор сказал, что это все по программе. Спасибо министерству за раха и мнение. Ничего не надо, никаких денег. Мы сами везем, мы сами привозим. Во время операции я спросила у этого хирурга, сколько стоит эта операция. Он мне говорит – дорого, вы бы никогда не оплатили. Это, конечно, очень большой подарок нашему населению и пренестровцам. Приношу глубокую-глубокую благодарность нашему правительству и всем, от кого зависит это, Министерству здравоохранения. Многое, конечно, в этой программе, это столько спасено жизней. Госпрограмма по случаям с инфарктом миокарда на работе с 2019 года. Сколько человек удалось спасти вообще за этот период? Это 1784 проведенные коронарографии, последующие инстинктированные. В большинстве случаев это жизнеспасающие операции, которые мало того, что спасают жизнь, а также предотвращают инвалидизацию пациента. То есть, грубо говоря, после госпитализации с таким страшным реакцией, как инфаркт миокарда, пациент на своих ногах идёт домой и живёт полноценной жизнью. Дмитрий Сергеевич, но дорога в Кишинёв, довезти человека, всегда удавалось ли довезти на таком расстоянии, чтобы сделать нужную операцию и человек остался жив? Госпитализация по данному заболеванию предполагает, что пациент направляется к нам кардиологической бригадой. Мы ему оказываем первую помощь, стабилизируем. И только по стабилизации состояния пациент направляется в Кишинёв, потому что полтора-два часа в дороге, в реанимобиле, это тяжело. То есть, тех пациентов, которых нам удалось стабилизировать, отдали, доехали все. Отлично. Ну, это, конечно, колоссальный труд тоже ваш. Кстати, вот разговаривали с врачом из Кишинёвской клиники, куда мы направляем как раз-таки, вы направляете пациентов с инфарктом миокарда. И он говорил, что очень хорошие протоколы, и как бы наши преднестровские врачи большие молодцы. Расскажите какие-то случаи, которые вам запомнились больше всего. 8 января поступил пациент. После небольшой физической нагрузки на морозе схватило и запекло в груди. Скорая оказала просто потрясающую помощь, что я имею в виду. И он дал абсолютно всю терапию, которую пациент должен получить на первоначальном этапе инфаркта миокарда. Плюс обезболен морфином. Это очень сильное обезболище. Дальше. Пациент был доставлен к нам, где было принято решение о проведении тромбоэлитической терапии. Ну, растворение так называемого трома. Суть в чем, когда сосуд на 100% закрыт и делаешь тромбоэлитическую терапию, в момент, когда сосуд открывается, происходит так называемые посттранфузионные осложнения. Аритмию чаще всего. Так вот, этот пациент, мы ему делаем эту вот процедуру, и боли не отпускают. Вот и лекарство хорошее, и в сроке, прям идеально все для этого процедура. Боли не отпускают. Уже еще один раз обезболивающий пациент не отпускают боли. То есть мы его не можем отправить в Кишинев, ввиду еще нестабильности пациента. Мы пустили жену к нему. Только она к нему подходит, берет его за руку, у него этот тромб растворяется, у него боли все проходят в моменте. И мы думаем, что мы не будем начать раньше. Вот они, семейные ценности. Как семья спасает жизнь. И вот эту вот историю хорошую, с хорошим концом, и вот такую вот интересную. А так, знаете, вот каждая эта история с инфарктом и тромболизисом, каждый растворенный тромб, это уже, честно говоря, мы чувствуем большую победу. Вот то, за что у нас тот профессор хвалит, что мы оказываем именно такого толка помощи. Вот мы каждой такой вот историей гордимся, когда у нас получилось растворить тромб. То есть мы растворили тромб, инфаркт на этом моменте заканчивается. И уже пациента не надо ввести в кишинёк, да? Нет, пациента надо ввести для того, чтобы тромб растворился, но надо брать остатки. Плюс бляшку застантировать. Но в тот момент, когда тромб растворился, мы все выдыхаем. Мы сейчас тоже выдохнули. Хороший такой финал истории, прям очень здоровский. И с прошлого года в РКБ повысили зарплату. Мы эту хорошую тему давайте будем продолжать. Врачам, медсёстрам, санитаркам повысили за счёт сокращения койко-мест, за счёт реорганизации помещений пустующих и не только. Потому что РКБ как бы стал пилотным проектом. Здание, построенное ещё было в советские энные годы, давным-давно, на определённое количество людей, как мы понимаем, которое ещё жило в советские времена, их было гораздо больше, чем сейчас. Соответственно, койко-места, столько койко-мест уже не надо было. Ну вот это всё подсокращали. А финансирование уже пошло не в воздух на пустующие палаты, а оно именно уже смогли направить на зарплаты врачам и медперсоналу. И таким способом удалось удержать специалистов? Не увольняются сейчас в РКБ? Пропали вот эти вот разговоры. Вы знаете, мы между собой общаемся все. Вот эти вот разговоры, что я поищу себе место с другой зарплатой, и вот их уже не слышно. Вот есть ситуации, когда люди по другим независимым причинам. Ну понятно. Да, но так, чтобы это была обоснованная зарплата, и такого вот сам бы стоял и не слышал. Это здорово. Хочется, чтобы у нас оставались врачи, и чтобы зарплату повышали по всем медицинским учреждениям. Именно такую задачу поставил президент, и теперь во всех больницах, ФАПах, амбулаториях будут повышать зарплаты по примеру РКБ. Это очень хорошая новость. Будем надеяться, что так у нас в стране останутся хорошие врачи, которые прекрасно справляются со своей работой. И большое вам спасибо за этот труд. Спасибо вам. Уроки о вреде наркотиков и о последствиях того, что люди распространяют запрещенные вещества, проводят в школах, в вузах. Их проводят милиционеры, рассказывают молодым людям, в том числе и подросткам, о том, что ждет тех, кто употребляет наркотики, тех, кто их распространяет. Есть мнение, что некоторые молодые люди, когда их привлекает легкий, в кавычках, заработок, они думают, что я не очень-то взрослый, и, возможно, меня не накажут, а штрафуют. Так вот, на самом деле, за распространение наркотиков в нашей стране срок от 10 до 20 лет, и об этом мало кто знает. Особенно молодые люди, подростки, они думают, что их это не коснется, но это их касается. Они оказываются за решеткой, и потом, конечно, уже поздно спохватываться, а жизнь, собственно говоря, детям ломает. О том, что уроки надо проводить в школах и читать лекциях, да, и не только в школах, и в вузах, и в технику, да, и везде, где молодежь обучается, да, это поручение президента, потому что, как Вадим Николаевич сказал, что это все наши дети, да, и их как бы жалко, что они ломают себе жизнь, ломают судьбы свои. Но, с другой стороны, от уголовной ответственности не уйдешь. И правильно Вилета говорит, что от 10 до 20 лет, и они даже не подозревают об этом, да. Казалось бы, сколько мы вот этих интервью уже посмотрели, да, наша съемочная первая Приднестровского ездила и в тюрьму, общалась с такими ребятами, которые по глупости своей решили заработать легкие деньги, а по итогу сидят. Даже те, кто в несовершеннолетнем возрасте, да, вот вступил на такую нехорошую дорожку. И самое главное, что президент отметил, что вот этих жалко детей, а тех, кто их втягивает в это, вот те должны нести наказание, конечно, самое основное. И давайте послушаем, что еще говорил президент. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, а взрослыми людьми. При этом, естественно, взрослые люди рассказывают, что, ну, за это там ничего не сделают, это просто там в угол поставят максимум, но что-то милицию там приведут, может быть. Но на самом деле не так. И человек в 16-17 лет может сломать себе жизнь, получив срок от 5 там до 12 лет, понимаете. И ломая себе люди жизнь, образованные, хорошие, наши преднестровцы, это неправильно. Поэтому, конечно, должна быть профилактика. И показывать тех, кто вовлекает в полный рост, не надо там марафетить лицо им, пусть и видят, кто вовлекает граждан в незаконный оборот наркотиков. По правде, по-нормальному. Он же это сказал, и когда совершал нормальное, лицо твой не скрывал от своих подельников, так что ему скрываться тогда от граждан Приднестровья. Чем жестче, тем лучше. Так хоть жизни можно спасти людей, их здоровье, их свободу. А я за это. Уроки о вреде наркотиков будут продолжать по всей стране. И будут проводить в школах, в вузах, техникумах. И будут продолжать говорить о том, насколько опасно заниматься распространением и употреблением наркотиков. Ну, еще одна тема недели. В школах могут запретить телефоны. Я так думаю, не могут, а запретят. Потому что, на самом деле, во многих школах уже действует такое вот негласное правило. Учителя просят детей не включать телефоны, если они взяли их в свою школу, да, просят их выключать на уроках. И в Верховном Совете уже обсудили эту тему на комитете. Предлагают, чтобы как раз-таки смартфоны уже на законодательном уровне в школах запретить. И давайте послушаем, что об этом сказал Владимир Тимофеев, депутат Горрой Совета Слободейского района. Я считаю, что телефоны на уроках только вредят. Насчет того, что запретить гаджеты в школах, в частности на уроках, я уже давно сторонник этого, дети идут в школу за знаниями. Для того, чтобы эти знания получить, ребенка не должно ничего отвлекать от урока. В противном случае он всегда будет его беспокоить, ему кто-то будет писать, он будет отвлекаться. Вторая сторона медали задают ему какое-то задание. Что ему мешает? Окей, Гугл, получить оттуда ответ. И не напрягать мозг. Я считаю, что давно пора было уже на законодательном уровне на самом деле вводить, потому что, ну, телефон нужен для того, чтобы позвонить маме после школы или папе, сказать, что со мной все в порядке, я иду домой. Но никак не сидеть на уроках или на переменах. Лучше заняться чем-то хорошим, пообщаться с друзьями. Ну, я, например, считаю, что телефон не может помешать ребенку учиться. Это моя позиция. И, конечно, запрещать в 21 веке телефон. И, честно говоря, идея, конечно, я понимаю, что учителя ее многие поддержат, но я считаю, что если учитель боится, что ребенок будет на уроке отвлекаться, то, значит, учитель, в принципе, сразу говорит о том, что он неинтересно преподает урок. Ребенок отвлекается на что-то, что ему интереснее. То есть, если бы урок изначально был интересным, ребенок туда ни на что не отвлечется. И еще есть тоже опасения учителей о том, что дети будут списывать на контрольных. Если учитель хорошо объяснил предмет школьнику, и все будет понятно ученику, а учитель будет именно на это нацелен, а не на то, что дома родители объясняют ему материал, то тогда и списывать будет не нужно. Нет этого риска, когда ребенок понимает предмет в школе. Понимаете? Если ребенок все понял, зачем ему списывать? Он сам решит, потому что он все понимает. Потому что учитель хорошо поработал на уроке. Вот моя позиция по поводу телефона. А, конечно, да, на уроке они мешают. Скорее всего, да, нужно. По поводу списывания еще в годах нашей с тобой учебы в школе и в институте. До чего греха таить, все делали шпаргалки и все списывали периодически. Не говорите мне, Виолетта Васильевна, что вы никогда в жизни не списывали. Хотя я могу поверить, что это так и было. Да, зная меня, можно сказать, что я учился. Поэтому здесь, конечно, и учитель, может быть, высочайший профессионал своего дела. Но бывают такие ситуации, когда ученик не успел бы учить. Но там бывают разные обстоятельства. Поэтому тут не в телефонах, конечно, дело. Если ребенок хочет списать, он спишет. Из учебников ГДЗ, которые спокойно продаются везде. Да они есть в интернете, их не надо даже покупать. И в интернете они есть. Поэтому здесь они выкрутятся. Ну, а телефон, он на то и телефон, чтобы по нему общаться, разговаривать. И так они в неучебное время много сидят, много тратят и зрение портят. Так хоть будет мотивация научиться общаться глаза в глаза с одноклассниками. Тут полностью согласна, да. Никаких телефонов и смартфонов, если только разве что не смотреть в них футбол. Но какое? Только крутой. И это сока. И мы знаем, о чем говорим. Потому что у нас есть телевизионная команда «Авангард ТВ ПМР», которая не первый год участвует в турнире по соке «Ама-Лига». Это такая разновидность мини-футбола. Сам турнир проходит в Молдове, но, видимо, скоро стартанет и у нас. И будет турнир «Ама-Лига» при Днестровье. Практически готовы поля на городском стадионе. Уже постелили. Ну, а все остальное приложится. Кстати, вот и о планах запустить новый турнир в интервью заявлял и исполнительный директор «Сока Молдова» Сергей Урсул. Об этом давно просят и наши приднестровские команды. «Сока» – это разновидность мини-футбола. Но какого? Сам Роберто Карлос выступает за его продвижение. Чемпионат мира, который проходил в прошлом году в Германии, а до этого в Венгрии – просто футбольная феерия. Сборная Молдавии тоже ездила. В составе был и капитан нашего ТВ-клуба «Авангард ТВПМР» Виктор Носенко. Команда телевизионная «Авангард ТВПМР» уже не первый год играет в «Ама-Лиге» и стали бронзовыми призерами в прошлом году. Теперь задача взять золото, победить в Лиге чемпионов. Ну и в целом, если «Ама-Лига» будет проходить в Приднестровье, мне кажется, это будет на руку всем нашим командам по мини-футболу, потому что здоровая конкуренция, это всегда здорово, это всегда классно. И мы за спорт, за футбол. Ну и классно будет футболельщикам, потому что не надо думать, куда добираться. Никуда ехать не надо. Все дома приехали, посмотрели, поддержали наши команды. Так что берем в УЗЛ и готовим к турниру «Ама-Лига» в Приднестровье. Это был «Вопрос дня». В студии для вас работали сегодня Виолетта Ганина, Лидия Солгуцан. Всего вам доброго. И не забывайте просматривать наши новости в Абере, Телеграме, Инстаграме. Там всегда интересно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова